Ассаламу алейкум друзья, вас приветствует канал Чечен Синдром. В холодные февральские дни 1995 года, бомбимый рушащийся Грозный, облетела весть о гибели Мадина, Эль Мурзаевой, самоотверженной медсостры, которая оказывала помощь ранним и хоронила убитых в самый разгар боевых действий в Грозном. Женщина, ставшая легендой, так называлась публикация о ней в Грозненском рабочем в 1997 году. Две-три кратких публикации в местных малотиражных газетах – это все, что было написано тогда о Мадине. Но слава о ней опередила официальное признание. И если с кем-нибудь из жителей Грозного вы заговорите о Мадине, то, возможно, услышите. А, это та, которая подорвалась на мине, вытаскивая убитого или раненого. Мадина Эль Мурзаева родилась в 1958 году в селе Лермонтов-Юурт, в многодетной семье Сайдалии Эль Мурзаева, ветерана войны. Есть люди, в которых с самого детства проявляется и ключом бьет неистощимый источник светлой энергии. Такой была Мадина – отличница в школе, помощница в семье, радость родителей и окружающих. Она любила поэзию, писала стихи и рассказы, хотела учиться на филологическом факультете, но судьба распорядилась иначе. Мадина стала медсестрой. Работала в первой грозненской городской больнице, полностью отдавая себя делу сострадания и милосердия. Когда в декабре 1994 на Грозный обрушились ракетно-бомбовые удары, Мадина не покидала своего рабочего места и не допускала мысли куда-либо выехать из Грозного. В больницу поступали раненые. 30 декабря Мадина ушла на дежурство, где и оставалась до Нового года. В новогоднюю ночь, ночь штурма, жители города перебрались в подвалы. Из больницы невозможно было выйти, все пространство вокруг простреливалось. Новый год медсостры встретили в больнице. 2 января Мадина Иль Мурзаева, рискуя жизнью, вышла из обстреливаемой больницы, нашла место расположения войск, объяснила, что в больнице мирные люди. Затем под белым флагом вывела медперсоналы больных, способных самостоятельно передвигаться. Часть людей она провела к консервному заводу, откуда отправляли беженцев. Вернулась домой, но никого там не застала. Детей, племянников и сестру нашла в подвале детского сада, где, спасаясь от бомб, собралась всякуда. Семьи со стариками и детьми из близлежащих многоэтажек. В детском саду был запас продуктов, кроватки и матрасы. Это очень выручило людей. Но просто так отсиживаться в подвале Мадине было не в моготу. На улицах, трупы, в домах, ранены. Сначала Мадина попросила мужчин помочь ей захоронить трупы вокруг детского сада. Хоронили предварительно описав отличительные черты погибших. Если при ком-то находили документы, забирали. Потом Мадина стала ходить по домам, узнавать, не нуждается ли кто в первой медицинской помощи. Таких оказалось очень много. И Мадина организовала небольшую бригаду для такой вот повседневной работы. Оказывать под обстрелом помощь ранним и хоронить убитых. Бригада получилась интернациональная. В нее вошли и чеченец Руслан Исаев, и русский парень Валерий Кривоши, и армянин Карень Дадайян. Все, волей судьбы встретившиеся в одном бомбоубежище. Из белых простыней им сшили балахоны, из красных лоскутов, красные кресты. Такая одежда защищала от пуль, от произвольных задержаний. В середине января российские военнослужащие стали выгонять людей из подвала детского сада. Угрожали, что закидают гранатами. Мадина попросила сестру уехать и увезти детей. В подвале садика обосновалась российская военная часть. А Мадина со своей группой перебралась поближе к консервному заводу. Небольшой домик, в котором они разместились, стал местом, куда люди шли за помощью. Каждый день Мадина перевязывала раненых. Лечить приходилось и российских солдат, и боевиков. Но главным образом, тех, кто больше всего страдал от войны, мирных жителей. В конце января группа Мадины получила официальный статус Красного Креста Чеченской Республики. Им выдали удостоверение. Легче стало проходить через блокпосты. Как свидетельствует последняя запись в дневнике Мадины Эльмурзаевой, 10 февраля были найдены остатки исчезнувшей накануне машины, выделенной Красному Кресту для работы. В ней погибли два сотрудника Мадины, Каренда Даян и Асланбек. Делая эту запись в своем дневнике, Мадина не знала, что за Кареном и Асланбеком наступает ее черед. В тот же день она выехала в отдаленную часть города, в поселок Вайково, чтобы вывести смертельно раненого человека, но нашла его уже мертвым. Когда Мадина положила на носилки тело, прогремел взрыв. Труп оказался заминирован. Трое детей Мадины, Белал, Белла и Азамат, остались сиротами. Мадина не раз признавалась своим близким, что боится умереть от случайной пули, хотя под пулей шла, доверяя судьбе. Если уж смерть суждена, то лучше, чтобы при исполнении своего долга, говорила она. Это желание Мадины исполнилось. Но гораздо больше того ей хотелось жить. О Мадине Эльмурзаевой. Из воспоминаний Шукраны Лаевой, медсостры первой горбольницы Грозного. Она очень любила свою работу. Она такой была. Матерью Терезой. Я ее ругала. Нельзя так уж, чересчур, все отдавать. Мадина перешла к нам из республиканской больницы. Сразу коллектив ее полюбил. Человек отзывчивый, добрый. Как говорится, будь проще. И люди потянутся к тебе. Вот она была из таких. Как магнит тянула к себе людей. Себя не жалела. К ней шли по всякому поводу. Даже личное свое что-то доверить. Случалось, что надо сделать грязную работу. Медсостры брезговали, а она все делала. Врачи ее уважали. Была бы у нее возможность учиться. Она далеко бы пошла. Но у нее даже специального образования не было. Она не стыдилась этого. Врач в любой момент мог подменить ее операционную медсестру. Она сразу все запоминала. Хватка у нее такая была, что не надо долго объяснять. Раз. Показал. Со второго раза она уже сама все делает. Мадина жила на квартире у бабушки одной. Баба Маши. Больная старушка. За ней уход был нужен. Мадина ее обстирывала. Убирала за ней. А когда съехала с квартиры. Все равно приходила. Навещала. Помогала. Я говорю. Зачем тебе это? У нее ведь там дед. Сын есть. Пусть смотрит. Она. Не могу. Надо помочь. Жалость какая-то у нее была непреодолимая. А встреча нового 1995 года в первой горбольнице. Как сейчас помню. Я танцевала. Бомбек. Думаешь. Вот-вот разлетится это бомбоубежище. Вот уже последняя минута. И каждой минутой живешь. Вот сейчас все равно тебя не будет. Надо жить. Потом голодно в больнице стало. Кончилась пища. Мадина сказала. Я пойду. Я говорю. Ты что? Тебе больше всех надо? Куда ты? По пуле лезть. Она. Да ладно. Что суждено. То суждено. Ладно. Думаю. Я то не полезу туда. Она пошла. И нашла. Как можно пройти. На следующее утро первую партию людей за собой под белым флагом вывела. Она не умерла для нас. Брат мой был среди тех, кого Мадина вывела из больницы. А мы остались. Потом федералы пришли. Закрыли нас. Сказали. Вы поедете с ранеными. Потом нас вывели всех. Погрузили в одну машину и отвезли в толстой юрт. С тех пор я Мадину не видела. А 16 февраля я приехала сюда. И мне рассказали. Что случилось. Я не поверила. Говорю. Нет. Не та. Мне нужна вот эта Мадина. Когда объяснили мне. Наконец. Я не могла встать. Зрение на мгновение пропало. Не знала. Где нахожусь. Она не умерла для нас. Глаза закроешь. Вот она перед тобой. Эти впавшие глаза. Эти брови. Мне кажется. Живи она сегодня. И не было бы всего этого. Что творится сейчас. С магнитозаписи. Из воспоминаний на Валя Куевой. Родственницы Мадины Эльмурзаевой. И сотрудницы ее группы. Сначала ходили по окрестным домам. По девятиэтажкам. Находили очень много раненых. Помогали. Один случай помню. Пуля ранила девочку-ингушку выше локтя и прошла насквозь. Из многодетной семьи была девочка. Меньше 14 лет и без матери. Помню. Как Мадина делала ей дренаж. Эту рану надо было обмотать. Продезинфицировать и прочистить. Я посмотрела. И убежала оттуда. А девочка бедная даже не пикнула. На живую. Без всякого обезболивания Мадина ей сделала. Слава Богу. Спасла девочку. Мы жили. Как одна семья. Я в основном сидела дома. Стирала. Готовила. Следила. Чтобы печка была горячей к их приходу. Руслан и Мадина с Валерой за рулем каждый день выезжали. Собирали трупы. Помогали людям. Однажды сосед нам говорит. Какой-то парень пришел. Раненый. Посмотрите. Звали его Асланбек. Без обуви. Весь побитый. Замерз. Холодно. Ведь было очень. И ранение в ногу. Мадина оказала ему первую помощь. И он остался с нами. Очень много было ситуаций. Когда они как по лезвию ножа ходили. Помню такой случай. Из домов ведь все вышли. Кто в чем. Наспех. Лишь бы добежать до первого подвала. Руслан одет был кое-как. А квартира его сгорела. И я дала ему отцовский тулуп. Однажды он возвращается и говорит. Ой. Меня из-за этого тулупа чуть федералой не расстреляли. А сам он смуглый. Похож на раба. Говорят. Ты наемный. Такой сякой. Еле-еле. Говорит. Спаса. 10 февраля. Как обычно. Работа у них кипела. Был очень большой поток народа. Приходили. Кто с чем. Кто за медикаментами. Кто с вопросами. За советом. Довольно рано. Часов в 10. Они уехали. Я, как обычно, ждала их четырем. Вдруг приезжает Руслан. Расстроенный. Как убитый. Я спрашиваю. Руслан. В чем дело? Он говорит. Так вот. Мадина попала под взрыв. Вот что он рассказал. Приехали какие-то люди и попросили отправиться с ними в поселок имени Вайкова за тяжело раненым родственником. Им нужен был человек в белом халате. Мадина тут же согласилась. Руслан пытался ее отговорить. Поселок Вайкова все таки. Страшное место. Там стреляли. И далеко он. И очередь не ее была ехать. Но Мадина сказала. Нет. Руслан. Я поеду. Если люди просят. Я должна им помочь. Мост через Сунжу был разбомблен. Перебирать. Кажется. Даже на лодке. Нашли тот двор. Нашли труп. Человек уже умер. Мадина положила. Труп на носилки. Склонилась над ним. Чтобы накрыть покрываем. И тут прогремел взрыв. Труп оказался заминирован. Двое случайных мальчишек. Которые присоединились к Мадине. Чтобы добраться вместе до консервного. Остались коллегами. Мадина умерла сразу. Из дневника Мадины Эльмурзаевой. В детстве я по фильмам военным видела. Холод. При свечах врачи принимают раненых. И никогда не думала. Что я сама смогу вот так под грохот бомб и стрельбы работать. Оперировать. Я не знаю. Что со мной будет завтра. Но сегодня я хочу жить полной красивой жизнью. Ведь она так прекрасна. Эта жизнь. Если умру. Простите меня. Я желаю всем добра и всех люблю. Написала при свете костра. Мадина Эльмурзаева. Друзья с вами был Чечен Синдром. Все остальные записи из дневника Мадины Эльмурзаевой. Вы найдете в описании по ссылке. До новых встреч друзья.